И вот мы снова находимся на компетенции хлебопечения. Нам удалось с радостью немножко продегустировать немножко раньше, чем мы планировали хлеб. Ну Елена Владимировна сейчас нам все расскажет. Это, я так понимаю, хлеб участников, да? Да, это хлеб участников. И этот хлеб мы выпекали вчера. Я подумала, что мы можем вас сегодня угостить этим хлебом, так как он у нас настоялся. Вообще ржанопшеничный хлеба пробуют на следующий день, потому что этот хлеб, ему надо созреть. Мы вовремя пришли, да? Да. Мы вовремя пришли, поэтому мы сегодня продегустируем этот хлеб. Вот, он у нас очень сложный, так как он выпекается на закваске, и закваску надо выращивать. Ее выращивают примерно 4 дня, но это самое минимальное. Ее закваску нужно кормить, так что это такой химический процесс. Я бы сказала, что это такое, знаете, как маленького ребенка выращивают. Да, да. Хлеб, он требует, конечно, чтобы получился очень хороший вкусный хлеб. Для него нужна душа, потому что если к нему будешь подходить с плохим настроением, с какой-то злостью, ваш хлеб не получится никогда. Даже если выполнять все по стандартам, он не получится? Нет, он не получится. Хлеб – это живой продукт. Ну что ж, это очень все замечательно, Елена Владимировна. Давайте приступать к дегустации. Как называется? Я знаю, что у каждого хлеба есть какое-то название. Как они называются? Да, у разного хлеба есть название. Но сейчас вот этот вот хлеб – хлеб жанопшеничный на закваске. Также вчера участники у нас выпекали хлеб с тайным ингредиентом. Эксперты выбирали тайный ингредиент для участников и выбрали они у нас семечки подсолнуха. А как выбирали? Эники, беники, ели вареники? Нет, есть предоставлен список продуктов. Из этого списка продуктов надо было выбрать тайный ингредиент. И участник должен сам понять, как должен применить этот тайный ингредиент. Посыпет ли он сверху или положит внутрь. Вот я вижу, вот у нас есть тайный ингредиент. Это семечки подсолнуха. Скажите, а как участники применили его в данном здании? Вообще были ли использованы семечки при изготовлении этого хлеба? Нет, при изготовлении этого хлеба не были применены, но были применены другому хлебу. Участники очень хорошо применили его. Кто-то измельчил семечки подсолнуха, кто-то их просто размял, кто-то посыпал, кто-то положил внутрь. Но хлеб у вчерашнего участника один был, хлеб даже на вине. На вине, хлеб на вине, друзья. Вот у нас там сомелье пробуют вино, а здесь вот прямо из него изготавливают. Да, вместо воды участник взял вино. И что получилось? Вкусно, как вы считаете? Хлеб получился очень интересный, с различными такими вкусами. И превосходно. И участник нас удивил. А вино было красное и белое? Белое. На белом вине. А вы когда-нибудь видели вообще, чтобы вот так на вине делали хлеб? Нет, я, конечно, не видела. Для меня это хорошая задумка. Лично у меня сразу возникли различные идеи. Какое можно вино сухое, сладкое, полусладкое использовать. Я прям хочу идти уже и экспериментировать. Вот видите, как WorldSkills Russia, он просто открывает новые границы в различных компетенциях. Ну что ж, будем, наверное, пробовать. Сейчас все нам, кто смотрит нас, завидуют. Как всегда. Так, ну что ж, давайте, Елена Владимировна, по кусочку с вами. Давайте. Ну, вообще, хлеб очень мягкий, очень мягкий и очень вкусно пахнет. Он очень ароматный. Очень ароматный. Ну что ж, пробуем. Ммм, окорочка хрустящая какая, да? Очень вкусный хлеб. Очень вкусный хлеб. Очень вкусный хлеб. Ну что ж, давайте быстренько, может быть, другой попробуем, а то у нас надо ускоряться. Хорошо. Посмотрите, хлеб, два хлеба и очень разные, потому что от каждого участника разный хлеб. Свой. А почему цвет у них отличается? Кто-то использовал больше закваски или заварки. Еще в этот хлеб используется заварка. Заварка делается из солода. Она заваривается кипятком и настаивается. Елена Владимировна, давайте берем, пробуем. Дыньк. Ммм, уже по-другому чувствуется. Да, совсем другой вкус. Совсем другой вкус. Совсем другой аромат. Да, и совсем другой аромат. Что ж, это был очень вкусный хлеб с очень вкусной компетенцией хлебопечения. Давайте помашем. Пока-пока. Приходите к нам. Мы вас научим печь хлеб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова